Эггэгэй, друзья, всем привет! Дэмонд, Кристал, дядя Женя, Брейн. Да, всем привет! Гундос летсплей возвращается. Гундос? Почему Гундос? Ну, потому что Гундос нос забит у меня, поэтому я Гундос. Да ладно тебе, да ладно тебе. Да ладно, ты все торпеледа. Все нормально, друзья! Да, надо было так, да. Мы скрываемся от потока ярых фанатов. От шкалауры. Шкалаура? Шкалаура. Новое определение, когда вокруг тебя школьники, это шкалаура. Видишь, как чакры только... А, шкала чакры. Эх, Женя, Женя, не уважаешь ты людей. Почему? Я людей уважаю. А что, школьники-то не люди? Школьники тоже люди. Вот, я уважаю людей. Но сейчас, понимаешь, такое время, когда слово школьник считается обидчивым. Так разные вещи. Обидчивое определение. Это же заезженный банан. Школота и школьники — это разные вещи. Вот оттуда и надо плясать. Я так думаю. Пляши под дудку дяди Жени. Бойся, школа трон. Пляши под гусли муи царские. Так, а куда мы едем сегодня? На работу надо нам съездить, я думаю. Мы зажрались. Пора поработать, чтобы накопить капитал и купить еще дома. Ой, смотри, через пять минут состоится турнир по пейнтболу. Го, мы едем на пейнтбол. Давай, напишешь ему. Давай, напишу. Го. Гобро. На пейнтбол. Так быстро, пять минут осталось. Гобро на пейнтбол. Ты думаешь, он успеет? Успеет. Он успеет. Посмотри на его лицо в маске и шляпе одинакового цвета. А там автобус не развернется в этом туннеле. Мне так кажется, что он свою кепку, вот эту вот бейсболку и свою бандану в синьке стирал. Знаешь, как джинсы раньше варили, варенка. Да. Походу, он так делал, наверное. Что такое? Он успеет, фикар. Он смотрит по карте, видимо, куда ехать. Я думаю, что не успеет. Ярослав Ярмашина. Ярмашина. Ярослав Ярмашина. 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 Это как понять, интересно? Ярмачина. Ярмачина. Может, Ярмачина? Ярмачина, да. Ярослав Ярмачина. Ярмачайна. Ярмачайна. А-а-а! Ярмачай, это как Ярмачай, да? Это как Ярмакс, сделан только в Маденчайна. Ну, получается так, а как иначе-то. Китайский Ярмак. Все, мы разобрались. Вывели на чистую воду твою. Ну что, как думаешь, мы успеем вообще реально? Я думаю, что да. Сейчас мы постоим, подумаем. Пять минут. Это пять минут реальных или... Скажи... Скажи сейчас кладку. Владку. Че? Что? Давай написим Владка. Владку. 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 Владку не желаете? Мы приедем вообще? Да, мы походу едем, но где этот пейнтбол находится? Смотри, администратор выдал Ярославу бан на 20 минут. Причина в лотку. Круто. А почему? А как ему выдали бан, если мы едем с ним сейчас? Я не могу. Банчата ему дали. А вот, приехали. Ура! Быстро, быстро. Быстро, быстро. Мексиканцы. Музыка. Тихо, тихо, тихо. Ух ты, нифига. А тихо, тихо. А где регистрация-то? Вы зарегистрировались в пейнтболе. Я зарегистрировался. Ура, наконец-то. Все, надо не выходить ко входу. Не выходи из помещения, пошли на эти посмотрим. Ой, на что? На кактусы хочешь посмотреть? Это не кактусы, да под солнышек. Божественные. Ой, бляк, тут пишет. Божественные цветы просто. Все нормально, ребята. Все нормально. А с другой стороны смотришь, они прозрачные. То есть это как тонировка, знаешь? Я купил вертолет и дом возле Санта-Марии. Да. Я горрой. Твоего романа. Герой, я не герой, да. Всем привет, друзья. Я герой ваших романов. Что за музыка? Там есть музыка, да. Там черный поет. Поэтому не страшно. По-моему, мы уже там находились и ничего не походило. Ну что, господа, будем регистрироваться? Обязательно. Мы уже так, руку хотят пожать. Just a second. Меня тут это, гениталии заполонили. Заполонили? Да. Проблемы есть. Песня про автомобили. Проблемы есть. А будут? А будут. Если нет, да? Так. Ярослав рядышком. Музычка играет. Танцует на столе. Везде автоматы. Смотри, винтовки валяют. Смотри, снайперская лежит на диване прям. Как она в кейсе называлась? Слон? В кейске слон, да. Слон. Луки-луки. Слоняра был, да. Так, ну что, мы ждем. Перемен требует наше сердце. Вроде как зарегался, да? Да, да, да. Там пишется, повторная регистрация недоступная. То есть, слушай, а там что на мониторе? Автокад, да? Или что? Мы там с тобой смотрели складской, налогоплательщик программы. Кто-то денежку дал, отлично. А, у тебя зачем денежку, интересно? По доллару. Слушай, ко мне какой-то педофильный чувак подошел в очечках и в шляпе желтый. Он мне как-то, знаешь, сразу... Чувак. Он похож на героя одного фильма. Он без него играет. Презренно на меня смотрит так еще. Я вообще не знаю, где ты. Да вот, вот, я за кассовым аппаратом, где мочкат, фу, автокат. А, это... Смотри, смотри, вот он, смотри, смотри. Вижу, вижу. Привет, я твой подписчик. Ребят, я, конечно, все понимаю. Ну, дайте пройди, пожалуйста. Он подошел ко мне и так шепнул. Привет, я твой подписчик. Я твой подписчик. Ну что, когда начинается-то? Ну, минуты, наверное, две, еще три. Я так думаю. Автокат. На волне ЛСФМ пройдет эфир на тему «Мой автомобиль». А что «Мой автомобиль»? «Мой автомобиль» — это «Мой автомобиль». «Мой автомобиль» — это «Мой автомобиль». «Мой автомобиль» — это «Мой автомобиль». Ну да, речитативочки. Сам я играю уже восемь лет. Мама сейчас приготовит мне омлет. Мой автомобиль. Надо придумать рыбачину про мой автомобиль. Я здесь криминальный авторитет, да? Потому что я ем по утрам омлет. В Сампе. Авторитет мама сделает омлет, да? Школу я пойду, тупо всем там расскажу. Пропишу кому-нибудь в таблет. Куча-куча можно рифмно выдумывать. Так, ко мне подошел Берри Браун в зеленых очках. Он похож на Брюса Уиллиса, только более худовый в шляпе. Ну, ребята, когда уже будет? Я хочу проиграть. Ну, я думаю, что начинается. Так, когда там? Когда? О! О, все. О, ни хрена. Слушай, а смотри, что тут у нас. А шляпка-то у меня осталась. А где ты-то? Мы, кажется, с тобой в разных этих группировках. Я играю за персы из третьей части. Зеленый... Да, персы из третьей части у всех. Надевает маску. Всем ханатом написали. Сейчас, всем ханатом. Всем ханатом. Так, а я зеленый? Или я какой? Я тоже не знаю. Я думаю, что... А, вон ты, вон, вон, я тебя вижу. Так, друзья, 15... Вон, вижу, вижу, вижу людей. Вижу, вон они там. Смотри, на той стороне. Так, жалко, что у нас нет никаких флажков наверху. А, вон вижу. Смотри. Вон бежит, бежит. Хе-хе-хе-хе-хе. Invisible он пишут, видишь, скрывает местоположение на карте твоего. Так что, одень маску лучше. Одеть баска. Одел уже, отлично. Да, уже одел. Готово, да. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Так, тун-тун-тун-тун. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Я так понял, да? Нет. Да, они все фиолетовые прячутся за экскаватором. Смотри, там три человека где-то, по-моему, вон. Вижу. Вон они. Ой, извини. А ну уйтишь, куда же ты идёшь-то, ёптвое. А, да, по-своему попадаешь и прекратите стрельбу. Нет, вот за зданием они-то. Я вижу, вижу, да. Ой. Жизни-то тратятся, жизни-то казённые. Ой, я убил. Ты чё, пареньёк? Я одного убил, и меня убили. Ну печаль какая. Хорошо, я оказался снова в этом здании, только... Слушай, а нас там ходит как бы? Погоди, а где я оказался? Здесь какие-то порталы, я не знаю, что это. Сервер Close Connection, вы были кикнуты по подозрению в читерстве. А-а-а-а, окей. А-а-а, женёте. Ну хорошо, хорошо. А-за-за, а-за-за, кикнут, Женя. За-за-за. А-за-за-за, да. А-за-за-за, хорошо, я упал. Вы были кикнуты по подозрению в читерстве. Квадратик 65, окей. Квадратик 65? Да, квадратик 65. Где ты, где ты, где ты? А, вот, это ж ты бегаешь. А это ты бегаешь, серенький, да? Да. Серенький. Олежка-зайка серенький. Скакал. И в пейнтболе затащил. Что-то я не сел, походу, меня выпил. А, ну это да. Садись, садись, освободили место. Давай, у тебя его выкинули. Ой, дебилизм-то какой. Садись, 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 садись. Вот, смотри, смотри. Куда, куда? Вот, вот, где я сижу. Илья Рэндалл, Илья Рэндалл. Рэндалл, Илья Рэндалл, илья Рэндалл. Он освободил место тебе специально, да? Кикнул. Серьезно? Да, все, ура. Все, можно сваливать. Есть. Слушайте, ну, наконец-таки мы побывали на пейнтболе. Хорошее зрелище, но быстро убили. Меня еще и кикнули за подозрение в читерте, так что ничего. Не нового под луной. Куда? На работу давай. На работу едем? Куда, кстати, хотелось бы поработать, да. На работу. Ёпты, сколько народа. Да. Там дерево заварили. Пишут, стой, стой. Может, нам машину снять свою? Чего мы паримся? Вон там машинки можно снять. Кстати, можно. Где машинки? А, вон, автосервис. Выйдем, да? Ага. Хорошо. Какую? Какую работу? Какую. Работу ты какую хочешь? Он, видимо, истинный славянин. Какую работу хочешь, милосердный? Какую проблему у тебя будут? О, смотри, кабриолет давай. Ты кабриолет хочешь взять? Ага, я прям запрыгнул. У него аренда, всё. А я сяду в кабриолет. Смотри, сейчас забанит за музыку тебя. И еду куда-нибудь. Это же я сам пою. Не, я понимаю, но не надо. Ну как не надо? Это же честно всё. Нет, не честно. Садись машину. Ну почему? Я взял другую машину тоже. Да. То есть называется, я взял машину, чтобы он сел. Ладно. Ну там же чувак тебе какой-то сел, поэтому я решил взять другую. Я думал, ты прибежишь. Ну так, пока я прибегу, здесь затор. Здесь такой затор. Давай я к тебе подъеду сейчас и сяду. Где ты? Блин. Так. Тихо. Где ты? И где же ты? Ну что такое? Я стою на выходе. Что такое? Я на выходе стою. Подожди, на выходе. Вот, я же тебе говорю. Надо было залучить лог-3. Лог-3 надо было писать. Нет, а я был за рулём, то есть я и так и не понял. Ну лог-3 пишешь, как бы, и никто не выбросит тебя. Так, вот он я. Сначала мне, чтобы ты сел, потом я. Иду, иду, иду. Давай, вот он я бегу. Сажусь сейчас, моя тачку не возьмут, надеюсь. О, кабриолет. А вот теперь я сел в кабриолет. Давай лог-3. У вас нет ТС, какой лог, Жень? Тут не пишут. У вас нет транспортного средства. Нет, лог-3, лог-3 можно, лог-3 можно. А, лог-3? Лог-3, обязательно лог-3. Почему лог-3? Ну потому что это заёмная машина, как лог-зэ. Лог-заём. Так, там кто-то из админов. А, лог-3 пишут, понятно. Лог-3, да. Так, давай. Амбекина нам машинку починил, спасибо большое. А, спасибо большое. Давай теперь на работу. Серьёзно? Давай. Давай, пиши, работа, GPS, работа. Была бы строка поиска такая, работа. Куда едем-то? На любую работу. О, сейчас машина взорвётся. Аккуратно, аккуратно. У водолаза есть, развозчик товаров, нефтезавод. Ой, мы загорелись, вылази, 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 вылази. Меня кикнут по подозрению в читерстве. Я не успел ничего сделать. Замечательно. Я выбирал работы сейчас. И тебя кикнули. Увидел только, что меня взорвали. Потом меня кикнули в читерстве. И всё? Закрылся в соединение. Замечательно. Ну что, мы снова здесь. Продолжают нас кикать по читерству, хотя у нас ничего нет. Поехали. Так, давай, нам нужно что? Как это называется? Бизнес, отели, байкеры, мафии, государственные организации, да? Работа, да. Нет. Выбирай. Я выбрал там нефтезавод, по-моему. Общественные места ты выбрал или что? Работа. GPS, работа первая. У меня. А, всё, вижу. А давай на лесопилку, может? Мы были уже там. Хотя давай поехали. Есть нефтезавод. Поехали на лесопилку, потом на завод. Окей. На завод. Болты крутить в движке и вбивать. На завод. На такой машине. На завод едем, да? На завод. Чисто такие заводские работяги, короче. О, копы там были. Ай, ладно. Копы там, копы, они везде есть. Ой. Чей-то велосипед. Продам уранус. Или уринус. А, уранус. С элементами тюнинга. С элементами тюнинга. Я думаю, продаст уран. Это как со вкусом жареного мяса, знаешь, бештек со вкусом мяса. С острым перцем, да, там. Там коренные крылышки с острым перцем продам. Красный перец. Так. Едем, значит, мы на лесопилку. На лесопилке мы когда-нибудь были вообще? Конечно. Ты точно помнишь? Нет такого места в САМПе, где мы еще не были. Да нет, мне кажется, есть еще такие места. Какие интересные. Ну, с работой той же самой. На нефтезаводе мы не были. Мы только какие-то болты-гайки таскали в коробках там. Машины мы чинили, деревья мы рубили. Так, ага. О, давай поздравим ее. Кого? О, да. Ангелину. Ангелину, точнее, да. Ангелину Рыну. У него сегодня день рождения. Давай напишем. Давай. Так, надо смс. Три пятерочки два нуля. Так, смс. Давай напишем. Три пятерочки два нуля. С днем с днем всего самого наилучшего. Сначала нужно включить телефон. А-а-а! Какого хрена? Ну окей, я скопировал сообщение, телефон включил, сейчас напишу. Подожди, как там, токфон, да? Да. Блин. Что такое? Ну почему у меня? А, все. Так, цылаем, да? Воу. Все, я отправил. Анжелина Рэндалл. Ангелина или Анжелина? Ангелина, может быть, ну, я написал, все отправил. Я думаю, не обидится. Нет, я тоже написал с днем рождения, всего самого наилучшего. Отличненько, поздравили, солидарность проявили, едем дальше. А давай не будем пока выключать телефон, проверим. Давай-давай посмотрим, да. Вот просто интересно, кто нам что пришлет. Повестка в суд тебе пришлет. А мы едем работать. Мы едем работать, да. Чирик. Как я аккуратно езжу, да? Прям? Ух ты. Так, хорошенечко. Вот он, завод. Нам написали, вы няшки. Ага. Надо в ответ, ми-ми-ми. Так, а куда мы приехали, да? Ну, а на работу или сапилочка. А, вы сапилочка. Вы няшки просто, да, написано. Подожди, еще рано, ты зря вылез. Чего, нормально? Ну, там дальше надо сзади, с другой стороны. По сигналь, смотри. Это чтобы загрузить. Мы еще нет. Давай, садись там спереди вход, не здесь немножко. Давай. Сейчас доедем. Вы просто няшки. А, уру-ру-ру-ру. Ух ты, там что-то свободное место было? На танцполе нет свободных мест. Потому что страна воспитала кумира. На букву Т. Так. Чего? Что-то сказал? Как у кумира? Я немножко не понял, как у кумира. Я говорю, на танцполе нет свободных мест, говорю, страна, потому что воспитала кумира на букву Т. Что за кумир на букву Т? А ты не знаешь, что кумир на букву Т, который пел про танцпол? А, твою мать, я что-то не сразу въехал, я еще вник в эту игру. Тонкий номер. Так, вы не холодны, хорошо. Мы предлагаем вам работу лесоруба. О, я хочу валить лес. Как? Рубить дрова и носить их на переработку давай. Какие у тебя наушники, бро? Не биц ли? От доктор Дре. Бро, не биц ли? Мои наушники, бро, не биц ли. Так, теперь идите на чекпоинт, чтобы рубить дрова. Я вижу чекпоинт, побежали. Я тоже вижу. Рубить дрова в дрова. Интересно, бывает такое? О, мужик с тележкой с дровами. Смотри, какой лесоруб хороший. Андрей Киран. Человек работает, копит на машину, а ты бегаешь с чемоданом. Классно. Что делается? Я, да, бензопилой рублю. О, сейчас, секундочку, я тоже на точку встану, потому что каждому дается своя точка. О, замечательно. Слушай, это мне напоминает Форест. 100 килограмм. То есть я загрузил 100 килограмм в тележку с дровами. Это как в Форесте, рубишь дрова. О. Как поработать и снова создам администратор Карл. Машину, наверное, нам администратор предлагает. Если что, то на всякий случай сразу создать нам машинку. Так, древесина разгружена. Я получил за 100 килограмм плюс 80 баксов. А что дрова такие острые? Посмотри на дрова. Так, шкалота начала атаковать мой телефон. Надо придется выключать. Ну, да. Сейчас там неадекватизм школьный пошел. Неадекватизм. Только фон, да. Чакры засоряются все больше и больше. Шкала чакры. Да, ёпта. Чай ты. Ой, шкалота. Древесина разгружена. Плюс 80 баксов к вашей зарплате. Представляешь, плюс 80. Да, там за 100 килограмм дерева ты получаешь 80 бачей. Нет, факт суммы, что плюс 80 к зарплате. То есть у тебя есть какой-то оклад, видимо, еще нет? Или мне кажется? Может быть. Может быть, да. А посмотри на свои очки. А, нет, у тебя очков нет. Что сказал? Сам не понял. Да, бывает. Посмотри на свои очки, сколько у тебя очков, а у тебя очков нет. Бывает, люди. Кличка Style Detected, окей. Конечно, прыгать с телегой нельзя, а, видимо... Тяжело, 100 килограмм. Прыгать-ка с телегой 100 килограмм. Я посмотрел, если как-то с телегой прыгал. Если только с телеги... Нормально, ничего такого плохого нет. А, да. Так, заработано 160 баксов. Да, да. Слушай, Вильям Рэндалл тоже работает с нами, но надо же. А, подожди, а еще какие-то есть работы? По-моему, еще можно развозить, да? Да, да. Так работаем. Слушай, а в администрации на сервере не бывает субботника? Было бы классно, кстати. Где непорядок наводит, там лекции какие-нибудь там. О вреде курения, алкоголизма. У нас в школе был субботник, точно, я помню. Блин, я тележку сломал. Не доставлял субботник, конечно. Хоть это был выходной, знаешь, после школы. Как-то не хотелось, конечно. Вернись к дереву. Вернись к дереву. Я тележку уронил, сломал. Не так доставлял всегда это все. Субботник-то, да. Но приходишь, знаешь, обычно почему-то ассоциация с весенним днем, когда тепло, птичка пьет, неохота идти на субботник. Но ты идешь, потому что там с друзьями встречаешься, и просто тупо веселишься. Вроде бы и благое дело делаешь, но... Нет, мы нормально там это самое все убираем. Нет, я имею в виду, что мы убирали. Просто я имею в виду и весело, и убираешь, и благое дело. И еще и с соратниками там общаешься, с своими одноклассниками там, я не знаю. Так, еще 240 баксов. Я помню, каждого давали по небольшому участку возле школы. Да-да-да, и нужно было бычки собирать. Давали венчик, и надо было листочки, грязь. Пакетик. Пакетики собирать, в пакетик складывать, да. Подметать. Кому-то метелку давали. Вот считалось, тому, кто дает метелку, он элитный такой чувак. Да, мне метелку давали, я ходил с метелкой. Подметать-то лучше, а руками собирали уже другие, то есть бычки те же самые, видишь, как. Метелку, да. Одному давали... Я помню, в вениках было ограничено. Но говорили, что можно свои было приносить. Ну, я что-то не таскал никогда. Мне интересно, сейчас вот такие все модные, крутые, прохаванные, да. Интересно, сейчас субботники у школьников есть? По-моему, делают, но, наверное, не приходят. А не так посидеть там, покурить возле школы, а поработать. Да-да-да, прям настоящие субботники. Я не знаю, напишите в комментариях, есть ли у вас субботники такие. Или практику, проходите ли вы практику, например, цветы поливать, там, красить стены в школе, там. У нас было, да. Но мы красили, и ничего. И парты мы красили. Да, отшкрябывали жвачки, там. Стену мы не окрасили, а вот жвачки, да, шкрябывали, специальная штука такая. Если ты не голубой, нарисуй вагон другой, да? Вот это оттирали мы. Вот-вот, давай я заберу. Я заработал 240 бачей. Да я тоже, да. И, в принципе, работа такая, знаешь, не хуйная. Ну, неплохая, рядышком все. Рядышком. То есть все четко показано маркерами, куда бежать. Адалина Рэндалл с неба упала. Какого-то переехали, я видел, там, с самой телегой. Нет, это Адалина Рэндалл с неба упала, короче. А, штукиюшки. Так, сейчас давай я закончу. Если я на конвейер залезу. Залезь на конвейер. Я залезу на конвейер. Мне даже интересно стало. И что, ты будешь конвейерить там маленьких бройняш? А залезь, посмотри, маленьких бройняшек. Конвейер маленьких бройняшек. Да. Так, закончить работу. Да, я получил 400 баксов. Отлично. Приехал это самое, смотри, на фуре. А, слушай, вот это здорово. Тут, смотри, помнишь, мы встречали? А, может, на уфор попросить, чтобы мы отвезли с тобой. А, как это сделать? А, напиши просто. Что, дайте фуру, что ли? Ну, наверное, я не знаю просто. Я не работал особо так. А что там, нырнуть можно сюда? Нет, там просто как бы пар. А, тут дерево переработка. Криво, там, да, дерево, это даже не пара, но сделано как пара. Очередь на загрузку свободна. Слушай, никто не хочет работать. Ой, вон грузовики. Во, 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 я же говорю, фура появилась, смотри. А там вон грузовичок стоит. Вон грузовичок, дай попробуем, действительно. Смотри, сейчас чувак, смотри, зацепит его, да, хоть посмотрим. Так, давай глянем на это. А, древесины в фуре, смотри, 800, 900, тысяча. Игорь Енот. Игорь Енот. Смотри, сейчас посмотрим, как это сделано. Давай. Подъезжает. Я помню, там какую-то кнопку надо было нажимать, аж, по-моему. Очередь на загрузку. Игорь Енот. Слушай, здесь очередь прям показывает. А если мы в кузов запрыгнем? А ты сможешь? Тебя скинет, мне кажется. Блин. О, нет, нет. К сожалению, нет. Нельзя в кузове проехаться. Как черт, черный иммигрант, да? В кузове с древесиной через границу. У вас нон-РП, Никки. Почему это нон-РП? У меня стоит Олег, имя, фамилия, пробел. У меня нон-РП, да. Все нормально. За Женю я не знаю, я не смотрю. Я, да, я такой по жизни косячный. Криминальный. Криминал. Да. Ой. Криминал. А можно я сейчас покатаюсь? Я на грузовик сел, но... Нет, мне добро не дали. У меня что? Вы не работаете дальнобойщиком или развозчиком топлива. Хорошо, нам нужно пойти и работать. Да. Так, нам нужно доехать до... А где, братья, интересно, на эту работу? Классно с неба админы падают. Я же говорю, да, падают и расшибаются. Как Ангелы с небес упали, да? Ну так Ангелина же. С днем рождения. Так. Что, на другую работу тогда? Поехали, да. Так, нам машина нужна, да? Угу. А, вот, блин. Поехали теперь на нефтеперерабатывающей. Так, они что нас подслушивают? Я ничего не успел написать, уже дали машину. Я застрял в машине. Как мне отсюда вылезти теперь? Я не знаю. Это было забавно. Все, все, все. Так, хорошо. Короче, там денег, что? Мужиков. Всякого там. И всякого там. Мужиков, главное. Не одного, а мужиков. А, это пожелашки. Я думал, что деньги какие-то там. Да, пожелашки. Когнатам, начни работу с нефтезавода. И ты обязательно им будешь. Говорили они. Селфи на нефтезаводе давай, вот так. Селфи на нефтезаводе, кстати, да. А не жирно ли будет на нефтезаводе селфи делать, нет? Прямо в нефт туда залезть. Нефтяное селфи. Кстати, прикольно. Было бы. О, авто. Обус. О, жаль, какого черта. Я ехал по своей линии, ничего не знаю. Я не нарушил. Селфи на нефтезаводе давай. А он далеко, кстати, ты смотрел? Ну, по стрелочке еду. Воу, воу, воу. Слушай, а где же наши любимые друзья, подписчики и школьники? Ищут, ищут в поисках. Надо, кстати, в следующей серии наведаться посмотреть, что там. Наведаться, да, кстати, да. Ну, сейчас мы на завод доедем, там уже видно будет, что карта лежит. Причина Фред. А что такое Фред, причина? Тебя забанили, потому что тебя зовут Фред. Вот и все. Это как из этих Флинстоунов. Да, 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 Фред Флинстоун, да. Уилма была... А, 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 а! Я успел, я успел! Я... Женя, какого хрена? Какой маневр, а? Там машина летала. Хрена, там точка летала. Какой маневр я сейчас сделал. Я спас просто ситуацию. Мне нужно орден ПДД дать. Проверил светотехник. Как это? Тут даже светотехник. Представляешь, учитель срочно спрашивает у какого-нибудь Васьки из 5-го Б. Вась, с кем ты хочешь быть? Светотехником. Мария Ивановна, я уже светотехник. Хочу быть мэром. А серверы в САМП. У тебя такие классные. Ты, наверное, пойдешь в Юрку учиться там юридическую, да? Нет, я буду светотехником. Будешь там экономистом, хорошим юристом. Нет, я хотел всего лишь в САМПе быть мэром, да? Да, мне достаточно было бы этого. Мне достаточно в САМПе быть мэром и иметь власть. Вот так вот. Так, что за тупик? Как это выявить? Что за тупик? Я просто стараюсь... А это место, короче, тут этот... Коноплю мы собирали? А, нет. И тут был паркур на одной из серверов. Точно, точно. Сено. Точно, точно, точно. Квадратики сена были. Потом они падали еще так эпично. Действительно. Ну, окей. Женек, ты заблудился? Ууу! Ого! Я перескочил оградку, да. Ни хрена себе. Я просто перескочил оградку. Ничего криминального. А, ну вот это вот было криминально уже, да. Немножко. Эта дорога везет? Таксист остановился. Подожди, он остановился. Нет, поехал. А что, в чем проблема? Действительно. Я ничего плохого не сделал, вроде бы. Так, окей. Что за тропки хантыйские? Долго еще ехать? Ну, увижу. По карте точку вижу, но вот видишь, еду по дороге. Потому что я на главную дорогу хочу выехать. Как передача. Главная дорога. Как тебе моя машина? Домечательная. Да. Потрясающая. Да, да, да. Просто идеальная для дорог. Причина, а нецензурная брань. Нецензурная брань. Так, Микки Маус, смотри, едет. Спереди нас Микки Маус. Леже стой, пишут нам. Видишь, Микки Маус на грузовике. Эй, Плуто! Эй! Эй, Эй, Плуто! Эй! Где ты Микки увидел? Ну, там был на грузовике Микки Маус, он у них был, да. Поэтому... Эй, Плуто! Эй! Гелина пишет, чтобы мы стояли с тобой. Стоим. Давай проверим. Игорь Енот за нами едет всегда. Подожди, это же тот разгрузчик. Он преследует нас, да. Ну, мы стоим. А, фильм? Игорь Енот? Ну, фильм я недавно хотел посмотреть, там как раз про убийцу, который ездил в таком грузовике. Что, Игорь Енот называется, что ли? Фильм Игорь Енот или что? Нет, 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 там просто чувак был убийцей. А, я смотрел, смотрел, такая хрень, честно говоря. Там вначале девушка с парнем, они были привязаны, я помню, на грузовик. Да, 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 да. И за наркоту они там что-то дрались, я помню. Точно, точно, точно. Я не досмотрел, к сожалению, я хотел посмотреть. А я посмотрел. А семью Рэндалл... А зачем нам семью Рэндалл? Ну, ты администратором будешь? Да, неплохо, неплохо. Да что ты делал? Зачем? Ну, зачем? А сейчас он забанит. Игорь Енот, ну не надо так делать, пожалуйста. Он оскорблял нас, забайте его. Да, вот так вот. Вот, вот, тю-тю-тю-тю. Ути-пути. Успокойся, Олеж, не нервничай. Да. Так, ну что там такое? Тебя приняли? А, да, окей. Мы будем все Рэндаллами теперь. Анкл Сэм в Рэндалл теперь встал. А что мне теперь как называется? ОСГ. Вступил в семью. Добро пожаловать. Спасибо. Все, поехали, Женек, работать. Садись. Добра, котята. Ай-яй-яй. Такая прям мимимичность. Прям-так-прям. Ты знаешь, ты не котята, так мимимич. Если что-то надо, пишите сюда. Слэшка рации, видишь, слэшка. Окей, 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 слэшка. Слэшка. Эй, слэшка. Сократим путь немножко? Сократим. Отлично. А, слэшка, хорошо? Слэшка. Так даже проще. Слэшка. А, админ. Слэшка. Рации 24 на 7. Надо, кстати, сделать будет. Купить рации. Да, да, да. Сейчас мы доедем до нефтезавода. Там закончим. А где наш любимый аутист? Он уехал уже? Игренот? Вот он. Если мы для него ДЦПш. Вот он, вот он, смотри, вот он, Игренот. Будем честными? Вот он, Игренот-аутист. Енот-аутист, блядь. Ему надо слэш, слэш надо, слэш прописать. Это было хорошо, Жень, кстати. Через слэш ему прописать надо. Ага. Слушай, это как реально в фильме. Прям, знаешь, что за нами видит. Игренот-полоскун. Игренот-аутист. Это абсурдно звучит, конечно, но нормально. Созвучно, созвучно, нормально, да. Игренот-аутист. Это прям как звание какое-то. Так, ну что, мы доехали? Едем практически здесь уже. Вот, видишь, сейчас. Вот, видишь нефтяные эти бочки? Резервуары, видишь? Не вижу я пока резервуаров. Ну, вон там, или на горизонте. А это что, минное поле? Можно здесь проехать? Знаете, похоже на минку. Ну, да. Хер пойми, что это? А я один раз прогулялся. И минка, это подъезжаешь, там, оплачиваешь и смотришь. А, а один раз прогулялся на минном поле. Оказывается. Да, неплохо, Женек. Где-то только не был, да? Печально очень было, я просто не заметил. А в космос-то не летал, Женек? Нет, к сожалению, пока нет. Я хочу, но пока не получилось. Я думал, ты уже везде побывал. Знаешь, набирали добровольцев таких, которые сопровождают на какой-то Марс, по-моему, но только без возврата. То есть ты подписываешься о том, что ты, может быть, не выживешь. Я, в принципе, подписал бы, наверное. Но закончился набор уже, к сожалению, да. Печально. Да, но мы здесь были, кстати, я помню. Были, 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 да. Где тут работать можно? Да, сейчас. Где-то вход должен... Нефтезавод, смотри, доступно заказов ноль. Для выбора заказа, видите, команду. Какую команду? А. Тут есть вообще где-то работа? Да что-то как-то пустовато. Но мы здесь должны были работать на грузовиках. Слушай, а может оружие пойти пособирать? Мне кажется, там... Кстати, да. Ну, наверное... Вот и машинки, смотри. Смотри, вот мы садились в эти машины и после этого развозили только. Но у нас, по-моему, чего-то не хватает. Чего-то не хватает. Сел и вышел. Да. А вы не работаете дальнобойщиком. А, это нужно устраиваться. Это нужно устраиваться. Да, это нужно в мэрию фигачить. Да, да, да. Точно, точно. То есть нам нужна просто рабочая такая хрень. Физическая работа. Говно собирать там что-то такое, да? Говно собирать. Все, понятно. А синизаторам не нужно образование и не нужно устраиваться через мэрию. А есть, по-моему, здесь работа улицы мыть. Помнишь, чистить? Да? Серьезно? Было, да. Так. Ну, здесь мы, наверное, закончим тогда. Купить рации. А потом уже купим рации, да, наверное. Так, а где? Как я введу? А в GPS, смотри, вот это в карте должен быть. В бизнесах должно быть. Да, да, вот Vagos Shop, да, Railway Shop Vagos Shop. Поехали. Давай, поехали Vagos Shop. Окей, рации 2-4 на 7. Хорошо. Arshu, Arshu. Та-ра-ра-рам. О, вот 2-4 на 7. Вот это он, да? Ну да. Любой магазин нам поет. Клакин Белл или здесь нет? 2-4 на 7, фигня. Болин, это не Клакин Белл. Это клак, это игры? Это не 2-4 на 7, да. Да, не то. Нам в другую сторону. А где еще магазинчики рядышком? Вот жалко, здесь нет, как в навигаторе, кнопочки такие, близлежащие магазины, ближе к вам, выбираешь, там тебе показывают. А это было бы... Заправка там близкая к вам. О, таксист, смотри, сейчас таксист. Вон этот грузовик гоняет, смотри. Игорь Енот, который? Да, да, да. Такое ощущение, что он вас преследует. Как все-таки в том фильме, да? Да, очень похоже, кстати, на то. А ты смотрел фильм, еще был трейлер, или как он называется, грузовик, людоед, или что-то такое? Не, Жень, я такую пургу не смотрю. Так почему пургу? Это фильм, это кинематограф. Грузовик, людоед. Ну там что-то, короче, я не помню, но водитель грузовика, ну там интересно такое, он своеобразный трешак, но можно посмотреть пару раз. Что это за звуки? Да, что-то взрывается сзади нас. Бомбит. А вот здесь магазина нет в этом городе? Должен быть, должен, должен. Давай проедем. Машина интересная какая-то, похожа на какую-то Тойотку старую. Так, давай, смотри в оба. Из наклеек Турбо. Из наклеек Турбо? Угу. А, там была такая. Суррогатные жвачки, так. Да ладно, чтобы не было магазина. Да вот он. А, вот наконец. Да, 24 на 7, все, отлично. Я выпал, нормально. Я кольцеконтролирую, смотри-ка. Так, где вы? Рации, вот здесь рации. Так, часть, аптечка. А, с какой стати рации продают 24 на 7? Тоже вопрос, да. Заходишь там? Маску еще. Может, еще антирадары продают. Скрепку давай. Ах ты какой. Парашют давай купим. Давай парашют. Трость можно купить. Трость. Аптечки две штуки. Букет цветов можно Аделине купить. А Ангелине, то есть. Рация, малый баллончик. Малый баллончик с краской. Сейчас я ей подарю. Фловер 11. Вы купили маленький батончик. Я подарил Аделине цветы. Купили указовую аптечку. Подарил цветы? Да. Фига. Вот я с Желёком. Ну а что? Мешок. Хочешь купить мешок, чтобы трупы складывать? Классно. Ха-ха-ха. Да нормально, Жень. Да, рации ж купили мы с тобой. Конечно. Прекрасно. Рации купили. Да. Да. Где машина-то? А, вот она. Стоять. Стоять. А стоять. И берем закода. Так, пиши. Я тебя затонирую сейчас, затонирую снаружи. Затонируй даже, Ник, давай. Зелёной краской. Слушай, а тут здание бомбануло. Давай попробуем, давай попробуем кашечку. Смотри, кусок здания нет. А как так? Ну, увидишь чернота? Ну, слева вот. Да-да-да, вижу. Ого. Вот это. Так, куда мы хотели? Давай посмотрим, работай ещё. Всё, смотри, я проверил рацию, всё работает. Азазаз. Всё работает. Так, GPS. Давай, мы куда собрались ехать-то собрались? Собрались. Склад оружия. Сборку оружия ты хотел, сборку оружия ты хотел. Сейчас найдём шахта, лесопилка, завод по производству. Завод по производству оружия, да. Но здесь, наверное, нужно закончить, наверное, да, уже? А далее мы уже доедем и начнём оттуда. Сейчас доедем. Или ты хочешь сейчас доехать? Нет, смотри, сейчас ловко, 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 Жень, смотри. А ты не туда едешь, по-моему. Еду туда. Нет. Или да. У меня указатель сюда стоит. Да, ну хорошо. Окей, покажи мне мастерство. Да, ну покажи мне это мастерство, где что. А это заброшенный дом. Здесь, по-моему, помнишь, закапывают призы какие-то или что там? Да, кстати, было дело. Это охотничий домик. С колпаками на крыше. Смотри, как. Поч, 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 поч. Какая ляпота. Тазы валят боком, короче, да. Видел, как боком надо уметь. Это надо, понимаешь, от природы дано. Ну да, валят не только тазы. Нужно поправку в пацанские паблики сделать. Да, валят не только тазы. Да. Уж хорошая машина, кстати. Валят криминалы просто и все. Ой, 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 ой. Ой, ой, собрал все эти. Ой, господи боже, что же мы делаем-то? Ага же, бай. Видишь, по-пацански доедут. Ух ты, смотри, тут тоже какая-то работа. Это перевозки, наверное, какие-то грузоперевозки. Ну, там нигде нет красных флажков или что-то подобного. Нету. Не действительно работа. О, это Игорь Енот? Проехали, испугался? Нет, это не Игорь Енот. Ага. Классно, с моей стороны прям дверь надо было помять обязательно. Ну, а как же, Жень? А с чьей еще? Сейчас. Я все по-пацански доеду. Ты там не сильно жмякнулся? Ну, как, ничего так. Силикон потек с правой груди. Нам надо на ту сторону. Там есть вообще какой-то поворот? После такого удара у меня только силикон потек, и все. А ты силиконом пользуешься? Ага. Смотри, мастер паркура. Офигенный мастер паркура. Это было идеально. Зато и не вылетел. Хорошо. Байк чей-то. Давай его выбросим. Классно. Законно послушный, Олег. Давай выбросим. Насколько коварности и подлости. Чей-то мотоцикл? Давай его выбросим в реку. Давай. Отлично. Еще и переехал, в конце концов. А тут ты заметил именно такой район, где гоняют все на этих... О, я почти приятно. Потому что здесь разгрузки, перегрузки, прогрузки. А, вот здесь что ли? А-а-а. Так мы сюда вроде бы когда-то приезжали, я помню. Что такое? Там какой-то мохито вышел. А-а-а, мохито. Все, мы приехали. Здесь может закончить? Да, все, тогда здесь заканчиваем. Смотри, смотри, мастер-класс. Давай-давай. О, идеально. Миллиметры просто. Смотри, реально классно получилось. Миллиметры. Вау. Даже чувак написал. Вау. Ух ты, меня куда-то тп шнули. Норм тормознул. У меня тп шнули. Не знаю. Я же хотел. Зачем тп шнули? Я ж только приехал. Хе-хе-хе-хе. А, господи. Как бог прям припарковался. Зачем тп шнули? Он не чай, не чай не написал тебе. Ладно, все, тут можно закончить. Все, здесь заканчиваем, да. И потом уже продолжим других работ, знакомиться, посмотрим. Может быть что-то новое есть. Все, ребят. Пока-пока.